Зубы не в помаде? Нормально? Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанна Фетисова. И сегодня мы поговорим о том, что съела моя кожа, которая прекрасно, как вы знаете, питается в течение этой осени. У меня накопилось две вот такие вот огромные корзины. Друзья, давайте же скорее все это разберем, чтобы я могла освободиться от всего этого хлама. Окончательный вердикт средствам всегда самый интересный и самый полезный, на мой взгляд. Поехали! Давайте начнем с первого этапа ухода. Это очищение. Вот такими средствами обычно я снимаю макияж с глаз. Это могут быть двухфазные средства, либо мицеллярные воды. Закончились у меня два средства. Это однофазные. Очень дорогое средство Орлан. Ничего не могу плохого про него сказать, но и хорошего тоже ничего не могу. Абсолютно обычная, похожая на мицеллярную воду. И Невея. Уже такая замученная, затасканная бутылочка, потому что она довольно большая. Здесь 400 мл. Разница в стоимости у них, наверное, раз в 20. Невея дешевый. Орлан дорогой. В принципе, работают они одинаково. И даже я могу сказать, что Орлан чуть-чуть мне пощипывал глаза, а Невея нет. К тому же вот такой вот способ использования для меня не очень удобный. Как-то выливается много. Все мимо диска. Делайте выводы сами, стоит ли тратиться вот на такие дорогие средства. Я считаю, что нет. Произбавляюсь от этих бутылок. Следующее, чем я снимаю макияж, весь с лица, это вот такое вот гидрофильное масло. От Мизон. Оно очень экономичное. Использовала я его, наверное, в течение полугода. Вот такую вот бутылочку. И могу вам сказать, что да, действительно шикарное масло, которое прекрасно растворяет макияж. Глаза это масло не раздражает. Наносится на сухое лицо. Наверное, вы знаете, как используется. Гидрофильное масло массируется, и далее уже добавляется вода. При взаимодействии с водой превращается в такую легкую эмульсию. Прекрасно снимает весь макияж. Наверное, когда-то я к нему вернусь. Сейчас у меня пока есть не менее хорошие, очень бюджетные средства для снятия макияжа. Гидрофильное масло. Кому интересно, оставлю ролик вот здесь, о моих бюджетных находках. Посмотрите, пожалуйста. Тоники с кислотами. Два вот таких вот одинаковых тоника от компании Vitex. Ideal Whitening. Идеальное отбеливание. Отбеливающий тоник для лица против веснушек и пигментных пятен. Использовала целых два бутылька. У меня не раздражает кожу, прекрасно отшелушивает. Такое легкое, не термоядерное отшелушивание. Здесь AHA кислоты, фруктовые в основном. Показывала вам в своих бюджетных любимчиков эти тоники. Думаю, что буду приобретать еще, как только закончится то, что у меня есть сейчас. Из кислотного ухода. И силициловый тоник. Использовали все семьи, все фактически, кроме меня. Вот такая бюджетная линейка Stop Problem для молодой кожи. Очень вам советую, потому что здесь нет спирта. Конечно же, силициловая кислота. Это кислота из раздела BHA. То есть, та кислота, которая растворяет не только верхний аргавевший слой, но еще и весь склеивающий вот этот состав из себума, грязи. И, в общем, все, что там накопилось, с верхними клеточками вывозит. То есть, вы это все смываете потом. Это очень хорошо для тех, кто страдает угревой сыпью, например. Если у вас акне, конечно, вам потребуются, наверное, все-таки тоники со спиртом. Потому что силициловая кислота лучше работает со спиртом. Но в качестве профилактики, если у вас нет больших высыпаний, но очень часто такие вот раздражения бывают на коже, это целая серия. Продаются они везде, вплоть до Ашана. Точно такие же, обратите внимание. Есть небольшие кремы. Они уже точечно наносятся. Такой гель, видите, я его даже отрезала. Вот им как раз я пользовалась. Если были какие-то раздражения, точечно. Вы спрашивали у меня, что можно использовать для молодой кожи. Специально отдельное видео, пока не знаю, когда сделаю. Но вот что я вам советую, это попробовать вот такие средства. Очень бюджетно, что-то 100 с чем-то рублей. Но действительно они работают. Ну и теперь тоники увлажняющие. Российский бренд NovaSweet. Минеральная такая вот водичка. На самом деле написано витамины для лица. Конечно же, это неправильно. Но фактически это как обычная минеральная вода, которая чуть-чуть увлажняет. У нее был такой, знаете, сладковатый немножко аромат. Такой, ну, ненавязчивый. Использовала я ее в качестве такого тоника, увлажняющего перед нанесением глиняных масок. Это удобно. У нее хороший мелкий распылитель. Вполне может, я думаю, заменить термальную воду. Тоник от Vitex. Алоэ Вера. Не могу сказать, что очень удобная упаковка. Как вы знаете, вот из таких плоских упаковок очень неровно выливается. Тоник для лица увлажняющий. В принципе, неплохой. Мне понравился. Бюджетное средство. Не бюджетное средство, но супер-супер хорошее. Здесь двойная гиалуроновая кислота. Имеется в виду мелкие и крупные молекулы, которые работают в глубинных слоях кожи. И которые держат влагу на поверхности кожи, чтобы кожа под макияжем в течение дня не пересыхала. Ну, либо в жаркую погоду. Те, кто живет в жарких странах, в жарких городах. Дерма Э, как вы знаете, продается она на iHerb. Те, кто хочет приобретать бренды по более выгодным ценам, смотрите, пожалуйста, мои видео по сравнению цен на сайте iHerb, где я это все приобретаю, с другими сайтами. Вот здесь оставляю вам тоже ссылочку. Буду дублировать в описании к ролику. Вот здесь, под кнопочкой еще, внизу, под окошком с видео. Замечательное средство, однако здесь не очень хороший распылитель. То есть, такой немножко крупной капельки получается довольно. Наносила я его уже сверху на макияж и под макияж. Он не смазывает макияж, вне зависимости от того, что довольно крупно пшикается. Но, что я вам хочу сказать, конечно, он не экономный. Более экономные будут сыворотки с гиалуроновой кислотой. А вот такая жидкость уходит очень быстро, поэтому, наверное, больше приобретать не буду. Но действие супер. Для тех, кто любит вот такую увлажненную кожу, у кого сильно сохнет, можете попробовать. 3 секунд стартер от Холика Холика. Корейцы утверждают, что это средство создано специально, чтобы нанести его не позже, чем через 3 секунды. Конечно, это нереально после умывания. Однако, вначале я наношу тоник, а потом уже это средство. Здесь довольно удобно, видите, вот такой вот дозатор. Очень хорошо увлажняет. Он оставляет небольшую липкость, поэтому его нужно будет перекрывать каким-то кремом. Либо на него прекрасно садится, кстати, тональный крем. Для тех, кто любит корейскую косметику, кто хочет попробовать для себя что-то новое, приобретите, попробуйте. Он действительно экономно используется. Если наносить его на увлажненное лицо, на тоник, он будет очень долго у вас жить. Сейчас эти средства от Холика Холика появились в Ильдепате и, насколько я помню, Ревгош. Я видела их. Буквально капельку разносится на влажное лицо отлично. Также я его использовала на зону шеи и декольте. Закончилась у меня сыворотка под глаза, которая жила у меня довольно долго. Здесь 20 мл. Сыворотка Женифик от Ланком. Вот такой красивый флакончик. Всегда прохладный вот такой вот аппликатор. Он металлический. Приятно им делать массаж. Однако, если сыворотки вы набрали недостаточное количество, и когда она уже заканчивается, он полусухой. И тогда он тормозит по коже, что не очень, конечно же, приятно, если вы делаете массаж вокруг глаз. Честно говоря, я не увидела большого эффекта. Да, небольшое увлажнение, но и это все. Я знаю, что есть много фанатов Ланком. Тут уж извините. Я считаю, что за такие деньги можно было бы что-то более эффективное туда добавить, чтобы действительно был какой-то результат, чтобы была какая-то, я не знаю, ну хотя бы подтяжка. Или чтобы синячки чуть-чуть все убрались. Ну что-то. Но, к сожалению, кроме обычного увлажнения, которое дает мне другие, более бюджетные средства, я не заметила. Если вы использовали эту сыворотку, и у вас есть какие-то потрясающие результаты, поделитесь, пожалуйста, со мной. Я буду только рада. Вот компания Белита. Вот такая вот сыворотка, концентрат вокруг глаз. Морской коллаген. Также ее можно использовать по инструкции вокруг губ. Ну, в общем, на все вот складочки, на все мимические морщинки, которые только могут образоваться. Что я хочу вам сказать. В принципе, средство неплохое. Я также не увидела очень большого результата, но тут хотя бы не так жалко. То есть, потому что здесь средство очень бюджетное. В принципе, белорусская косметика мне нравится. Я, правда, наносила ее не только вокруг глаз, но и на все лицо. Иногда шею за на декольте. Поэтому у меня такие вот сыворотки очень быстро заканчиваются. Кожа вокруг глаз довольно похожа на кожу шеи и декольте. Потому что здесь тоже нет жировых желез. Здесь все то же самое. Тонкая кожа и такая же чувствительная. И также быстро появляются морщинки. Поэтому я использую такие сыворотки довольно быстро. У меня быстро заканчивается. Может быть, поэтому я не вижу какого-то очень большого результата. Вполне возможно, таких штук 10 нужно купить. Использовать там, я не знаю, допустим, полгода. И потом увидеть результат. Но, в принципе, я увлажняла неплохо. Следующие две моих самых любимых сывороток. Это Derma. Это замечательное средство. Одна из них антирикл серия. Вот такая с витамином А и Е. Это серум. Кстати, они очень экономно используются. Наносятся также на тоник перед нанесением крема. Буквально капельку. Выравнивают тон кожи. Закрывают поры. То есть буквально сужают. То есть за счет обновления витамина А и Е, как вы знаете, как и кислоты, прекрасно отшелушивают верхний слой кожи. Если у вас возрастная кожа, или если у вас вообще есть такая возможность, может быть, даже для молодой кожи, если есть средство, можно приобрести очень недорого эту серию на iHerb. Следующая сыворотка с пикногенолом. Это природный антиоксидант. Тоже от Derma. Derma это американская компания. Очень качественное средство. Действительно прекрасно работает в качестве, я бы так сказала, выравнивателя тона кожи. И накапливаясь в клетках, я вам уже рассказывала в своем последнем видео, пикногенол, действительно дает клеткам такой заряд бодрости. И кожа выглядит более здоровой. То есть действительно более такой ровный цвет лица. Очень тоже удобная бутылочка с дозатором. Такие замечательные средства. Жалко, если там вообще что-либо остается. Поэтому я использую просто вот, ну вот, до конца, до конца. Вот это средство с пикногенолом я использовала днем под крем дневной. А вот это средство с витаминами А и Е я использовала на ночь. По крайней мере, по инструкции лучше делать так. И да, если вы используете кислоты или витамины А и Е, то необходимо в этот период использовать хотя бы небольшой, но фактор защиты. Физически или химически выбирать уже вам. В принципе, большой разницы между ними нет. Все это мифы по поводу того, что один хуже, другой лучше. Но да, об этом мы снимем отдельное с вами видео ближе к лету. Я 100% вам их рекомендую. Попробуйте хотя бы один раз. Вы увидите очень хороший результат на своей коже. Особенно на возрастной. Закончилось у меня два бюджетных крема. Это крем от Everline. Крем дневной. Лифтинг. Ну, в общем, я не увидела никакого особенного лифтинга. В основе козьего молока и маслоорганы. Вот так он называется. Крем неплохо впитывается. Он такой питательный более. То есть он не просто увлажняющий. Не могу сказать, что прям побегу за ним снова. Но, в принципе, за свои 100 там, по-моему, с чем-то или 200 рублей, очень неплохое средство. Обрести, как вы знаете, в Элайн можно где угодно. Замечательный крем от Медовей. Здесь фруктовые кислоты. Он действительно хорошо отбеливает. Он прекрасно выводит пигментные пятна, если таковые имеются. Его можно наносить точечно, так и на все лицо. Да, но он пощипывает. То есть он активный. Крем этот с маточным чилиным молочком и фруктовыми кислотами. Производится он в Краснодарском крае, на нашем юге. Очень, кстати, хорошее бюджетное средство. Действенное, действительно. Он немножко, конечно, выбеливает кожу. То есть, скорее всего, им лучше пользоваться на ночь. Потому что он просто такой немножко масочку оставляет. И нужно некоторое время дать ему впитаться. То есть вот так прям похлопать, чтобы он ушел под кожу. Но, естественно, фактор SPF обязательно сверху. Потому что он действительно активно выбеливает кожу. Закончился мой любимый крем от Йонка. Да, он не бюджетный. Вот такая упаковочка в 100 мл. Кстати, она нестандартная. Я достаю их по знакомству, если есть такое желание. А здесь два вида гиалуроновой кислоты. Очень медленно уходит. Он довольно густой, он питательный. На день, наверное, для жирной кожи нет. Для смешанной, наверное, тоже нет. Скорее всего, для сухой нормальной. Да, для всех остальных только на ночь. Йонка – это очень известная французская компания. Она салонная. И в салонах вот эти бутылочки выглядят совсем по-другому. Они меньшего размера, ровно наполовину. То есть, там по 50 мл. И стоимость та же. Средство хорошее. Но, честно говоря, лягушечка меня задушила. И я, наверное, больше приобретать пока не буду. Пока у меня довольно много не менее хорошего и более бюджетного ухода. Закончилось у меня два вот таких вот крема от Мизон. Вы знаете, как я люблю эту компанию. Только что я вам показывала гидрофильное масло и вот два крема. Один из них очень экономный, супер. Вот он. Фотоволиум Аквагель Крим. Действительно сильно увлажняющий. Возил его везде с собой и дома использовала просто прям в качестве сыворотки. Гиалуроновая кислота. Жиденький такой, гелеобразный. Прекрасно впитывается. Кстати, он вообще не оставляет никакой липкой пленки. Но, по крайней мере, на моем лице. У меня хорошо отшелушенная кожа благодаря кислотам. Поэтому у меня хорошо довольно впитывается крем. Отшелушивание помогает лучше впитываемости. Естественно, клеточки открыты, верхний слой снят. И поэтому кремы впитываются отлично. Про него я могу сказать только хорошее. Очень бюджетное средство приобреталось на iHerb. Я думаю, что на лето буду приобретать его снова. И следующий крем, который у меня закончился вот буквально за пару месяцев, может быть, даже меньше. Потому что он очень-очень густой. Здесь есть экстракт морского огурца, который под водой и животное растение. Не знаю, как его правильно назвать. Такая желеобразная масса, которая прям тянется, если вот так вот сделать его пальчиками. А если учитывать тот факт, что все кремы я наношу и на зону шеи, и декольте тоже, у меня он просто улетучился. Я вот даже, видите, разрезаю те кремы, которые мне нравятся. Использую прямо до конца, до конца. Напитывает кожу. То есть она становится такая прямо гладкая-гладкая. Но из-за того, что вот так он быстро используется. Здесь, кстати, 50 мл. Я думаю, что я не буду его больше приобретать. Я люблю такие кремы, которые, ну, все-таки чуть-чуть более экономично используются. Как средство для разглаживания кожи, у кого действительно есть глубокие морщины, я думаю, вы можете его попробовать. Закончился мой любимый крем, очень питательный, который я очень люблю на зиму и на осень, когда моя кожа действительно нуждается в дополнительном питании на ночь. Крем от Zenzia с лошадиным жиром. Я показывала вам его, вот эту летающую тарелку. Это очень, кстати, бюджетное. Здесь 100 мл. Корейское средство, которое прекрасно увлажняет кожу и питает. То есть это то средство, которое предназначено все-таки больше для нормальной и сухой кожи. Смотрите, интересный логотип. Zenzia. Как-то так. Вставляла вам несколько ссылок. Показывала вам его и более подробно о нем рассказывала во своих любимчиках бюджетных. У меня пока есть чем пользоваться, но на следующий сезон холодный я обязательно его повторю. Закончился отбеливающий корейский крем. Компания называется G-GOT, да, если правильно я читаю. Whitening activated cream. Здесь тоже 100 мл. Вообще корейцы любят большой объем. И из-за этого их косметика очень бюджетная. Приобретала я его там же, на том же сайте, что и предыдущий крем с лошадиным жиром. Крем действительно качественный, однако он жирноватый. Если у вас жирная кожа и вы хотите убрать пигментные пятна, наверное, все-таки это не ваш вариант. Наносила я его на ночь, на все лицо, исключая, естественно, область вокруг глаз. У него был такой стандартно приятный и сладковатый аромат крема, ненавязчивый. Я считаю, самый лучший отбеливающий, такие вот прям вычищающие кожу средства. Все-таки корейские и японские. Закончились у меня два крема под глаза. Французский бренд Arno называется. Продается он в L'Etoile. Представлена там, в принципе, вся линейка. Неплохие средства, но я довольно долго ими, просто несколько лет пользовалась. Поэтому моя кожа уже привыкла и для меня они работают исключительно как легкое увлажнение. Но поскольку было несколько таких средств, я использовала их в качестве сыворотки под макияж. Косметика, опять же говорю, очень неплохая. Когда-то она на мне прекрасно работала. Прекрасный крем у меня закончился. Он, к сожалению, от Dio Pro. Это корейский бренд Spiderweb MultiCare называется. Потому что этот крем действительно спайдер. То есть, действительно, здесь тут в их шелкопрядах паутинка. В аннотации к этому ролику в описании не хочется делать очень длинный список. Просто нет такой возможности. Поэтому я близко показываю вам те средства, особенно которые мне понравились. Чтобы вы могли, нажав на стоп, посмотреть внимательно. Списать название компании. И, соответственно, приобрести то средство, которое вам понравилось. Как вы видите, шикарная упаковка. Тяжелое. Это стекло. Шикарный крем. Действительно, шикарно впитывается. Создает такую легкую, я бы так сказала, пленочку. Оставляет под глазами. И действительно, она как шелковая. То есть, он еще убирает визуально. Из-за того, что там паутина. Визуально убирает немножко морщинок. В Корее вообще очень много таких средств с необычными ингредиентами. Окончился у меня вот такой крем, активатор молодости он называется. Это серия Планета Органика. Здесь альгинаты. Здесь те самые водоросли, которые делают нашу кожу более гладкой, более молодой. Что я могу сказать про этот крем? Я приобретала его, по-моему, в магазине «Подружка». Насколько я помню, он был у меня в видео. И я использовала его вначале как маску на лицо. То есть, мне нравятся альгинатные маски. Для тех, кто хочет научиться делать их дома, в домашних условиях, я оставлю вам вот здесь ссылочку на свое видео. Я делаю их дома. То есть, у меня альгинат в порошке. И вот здесь альгинаты добавлены в крем. Все бы неплохо, но немножко какой-то странноватый такой чуть-чуть аромат у этого крема. Но, в принципе, можно терпеть, если его использовать как маску. Вот что я и делала. Наносите на влажную кожу, прям густым-густым слоем, минут через 20 все, что не впиталось, смываете. Ну, или там стираете, например, салфеточкой. И это хорошая питательная маска. И также этот крем, вы будете удивлены, ну, прекрасное средство для рук и ног. Он создает такую немножко, как бы, пленочку, что ли, которая потом очень долго увлажняет кожу. Может быть, кому-то на лице это не понравится, а на руках и ногах, я думаю, вообще отлично. Первое видео о том, что съела моя кожа, вышло еще в конце октября. Это была уже вторая часть. И ждите третью. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, видео вас не утомило, оказалось для вас полезным. Если видео такого плана вам нравится, поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И жмите колокольчик наверху, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!